всем привет новый проект у нас камера у меня играет играет нужно что-то думать с новым держателем для камеры блокноты я свои закончила блокноты выйдут раньше чем этот проект я уверена что я значит буду делать нам я говорила нам с подружкой на улицу под подъезд у нас там есть лавочка подружка моя это делает красоту вокруг подъезда мы с ней договорились заснять сделаем ролик какая у нас там красота я это все выставлю покажу но нам на лавочку лавочка у нас там деревянненько тверденько а попочки у нас уже старенькие поэтому нам обязательно нужно сидушечка у меня есть два свитерка стареньких но я уже не буду показывать они целенькие но они уже знаете ну как сказать у меня есть что одеть поэтому я их с радостью потрачу под наши золотые попки драгоценные драгоценные вот я хочу сделать сидушечки подружка проснулась я хочу сделать сидушечки из crazy квилт джинсовые но долго я думала из чего вот наконец-то вдруг мне захотелось и у меня гляньте это еще не все это все джинс а я же понимаете жаба и хомяк и крокодил поэтому я все это складываю мне жалко и джинсы я не стала резать обычно я такие вот и хлопочек я его нарезаю хлопок вельвет из вельвета у меня еще есть проект зимой а джинс я решила что швы не выбрасывайте ну что я сейчас буду нарезать ну все пришли крокодилы идите сюда у нас уже с тобой у нас уже с тобой традиция всем привет подписывайтесь заходите мы иногда и лакуську показываем красотушку роща начнет за ней плакать они так уже спелись ну хочешь запрыгивать ну тебе ж нельзя так прыгать нет не запрыгивать так вот я не стала резать джинсы я просто их складирую прячу благо что у меня место есть куда складывать потому что вдруг я швы куда-нибудь использую я столько красоты видела у девочек в группе еще у ирины light ой я не знаю кто только чего не делает но такие умницы так вот и я не стала я буду прям по ходу вот резать как мне нужно потому что там в принципе кусок ну как сказать большой я думаю что три или четыре на на 4 нужно делать сидушки ширина там до 40 сантиметров ну длина такая почти два метра но сделать такую дорожку на все ну не хочу я решила сделать наверно нужно до минимум четыре потому что там у нас еще есть напротив здесь есть и чтобы кто где захотел там и сел и не захотелся не выносишь в общем ну рульчик на эти прошу вот видите он требует что я ему отдала он не представляете носит за бока он ее берет прям за хребет и носит куда ему надо как личная собственность он не понимает что это моя собака он у меня в гостях все они будут ого в четыре минуты нога морила я потом ускорю так вот я сейчас выключаюсь я начинаю кризис крыл все знают я так немножко покажу чтоб вспомнили ну или кто не знает чтобы обратил внимание как это буду показывать этапами все всех целую обнимаем всех рада видеть всех очень благодарю за комментарии иногда бывают советы очень дельные дельные советы пожалуйста постоянно мне я очень рада и может быть какие-то идеи может что-то показать поэтому всех приглашаем все на канал подписывайтесь заходите в гости приглашайте друзей я хлопаю ладошкой и у меня шатается штатив все все целую обнимаю начинаю свой новый проект ну что мои любимые поехали так я стопку свою джинсовой всякой лабуды я вам показала я хочу постараться придерживаться ой постараюсь придерживаться основных правил крэйзи квилта хотя там особо правил нет крэйзи роза может я что-то неправильно говорю о щипцы которые я искала вчера для того чтобы привести в порядок свои опять пальцы так вот я хочу постараться выдержать основные правила или требования как как это сказать боже мой нож включен если я порежусь чтобы чтобы это было красиво потому как если соблюдать цветовую гамму в крэйзи розе то это очень красиво поэтому я и набрала так много джинсов и еще я буду их использовать с двух сторон и резать я буду по ходу и пришивать и смотреть поэтому сейчас я нажимаю стоп и этапами буду показывать все что я делаю начала я резать потихоньку начальные такие кусочки я себе заготовлю отрежу я чего тут по ходу уже изменила свои мысли понимаете свои идеи я такая барышня непоследовательна знаете что я придумала если я буду делать одну большую на сидушку тем более что сидушка то будет не как это сказать она же не квадратная они такие будут слегка вытянутые то есть сантиметров 38 на 50 например потому как их нужно штуки 4 а то и 5 даже сидушек потому что там у нас лавка и рядом такой уголок парапетик порога мы иногда и на нем сидим и вот на нем можно свою драгоценную знаете простудить поэтому поэтому нужно несколько сидушек вот я решила что они будут такие прямоугольные и если я буду делать эту crazy розу на прямоугольном но мне не нравится потом вот эти углы которые кто знает о чем я говорю меня поймет эти углы которые сходят потом так края края не углы то есть роза получается посредине кусок прямоугольный и вот сюда вот эти края они потом такими уголками сходят как бы это не всегда то что нужно я хочу чтобы это были квадратики я лучше допустим сидушку сделаю четырех квадратиков а края кантую каким-то образом поэтому поэтому такая у меня идея где-то у меня был еще совсем котон белый совсем может быть и не стоит его может быть и не стоит его брать буду начинать голубого сейчас я основных несколько кусочков себе нарежу и уже потом буду и уже потом буду исходить из этих кусочков серединка должна быть совсем небольшая раньше я не понимала почему делают такую маленькую уродливую серединку ее практически не видно ну конечно когда смотря какая цель это просто какой-то там коврик или ланчмат в приближенной этой технике то это одно а если к примеру делают более что-то такое художественное то стараются делать мелкую эту завязочку завязочку срединочку этого цветочка я прям сейчас совсем покромсаю так потом буду уже когда пристрачивать буду смотреть каждая моя сидушка будет состоять как минимум из четырех таких розочек поэтому я сейчас много накромсаю и пусть они у меня будут я потом просто буду брать их и сразу несколько штук делать как я делала на балкон коврики на пол и на стол точно так же я сделаю заготовки а потом уже а потом уже буду пристрачивать я не буду пристрачивать бумаги в этот раз не хочу я сразу буду строчить на ткань у меня есть старая няная скатерть она уже потеряла вид она очень прочная но вид свой она потеряла вот ирочка как бы мне пригодилась картонка которую ты показывала сейчас буду походу что-то думать очень удобно было бы вот так положить сразу так это голубой может быть мне даже возможно мне даже вот этот нужен а потом уже голубой сейчас будем думать сейчас будем думать обдумывать сразу походу чтобы потом не было мучительно больно чтобы потом нам не было мучительно больно вы меня поняли так ну я нарежу потом покажу прошу прощения у меня произошла небольшая авария так как это сделать как это сделать вот моя стопочка которую я приготовила для начала чтобы понимать какие оттенки у меня есть видите как буду использовать и лицо и изнанку видите здесь свет здесь темно а мне очень хочется сделать переходы это ручка от линейки фух уже не так прохладно даже по утрам еще и утюг так все я пошла я пошла начинать сделаю один этап покажу что я начала пристрачивать не знаю будет ли видно но решила включиться и обратить ваше внимание вот я когда резала не обратила внимание да вот на центральную тканюшку а сейчас глажу пристрочила глажу смотрю пятнышко ну хорошо что я могу допустим что-то еще и вышить здесь а вот видите когда слегка бывшие употребления тканюшки нужно очень хорошо обращать внимание чтобы не было никакого пятна а то представляете вот вынесу светленькие сидушечки для всех сюрприз делаю девочек девочек мальчиков соседей своих потому как мы там часто сидим подъезд у нас очень дружный и вот представляете вынесу сидушки скажу ребята посмотрите вот я для нас сделала и пятно понятное дело что это джинс что это будет видно что понятно что это утилизация скажем так но представляете будет не очень красиво когда эта утилизация будет изначально с пятном может быть мы даже там наставим пятна когда будем на них сидеть на этих сидушках задумывала задумывала в итоге делаю 40 на 40 квадраты сразу с квадрата сразу сидушка готова в общем а хотела думала вот так как то я сама себе царица я сама себе могу придумывать что я хочу передумывать что я хочу как это будет моя задача показать что это очень просто что это легко что это увлекательно что это еще и полезно понимаете полезно и от депрессии и в быту полезно сделаю вещичку будет всем приятно будет всем счастье он носить люблю а в работе не люблю ну играет во все стороны но и мратности сторону я думала прям сейчас сяду месяц ходила не могла понять что я хочу от этих сидушек еще неделю ходила просто не знала дорогие мои любимые подписчики да что ж это такое у меня происходит мне очень хочется показать этапы и что-то у меня и что-то происходит такое что эти этапы мне не удается показать смотрите видно не видно надеюсь видно пятнышко вот когда это утилизация нужно быть очень внимательным потому как может оказаться пятнышко рой я тебя прошу пожалуйста во первых там ток во вторых ты мне немножко мешаешь может оказаться пятнышко будет не совсем приглядно поэтому конечно на том пятнышко я сделаю декор но на будущее все предупреждаю нужно быть предельно внимательным смотрите как я расположила бледно-голубой на видео он конечно белесый совсем бело-голубой джинс потом видите такой пудровый я бы даже сказал загарный в жизни он не так отличается как здесь а этот наоборот чуть темнее чем на камере интересно так цвет играет ну и дальше я пойду уже джинсовыми джинсовыми играть оттенками не так быстро движется как хочется компьютер как то странно компьютер как то странно работает но красиво но красиво я надеюсь видно оттенки не только мне дальше пойдут более темные а хочется чтобы переход и вот один и тот же кусок я это один джинс это это изнанка это его лицевая сторона это уже другой но на изнаночную сторону он получался не подходил по цвету она смотрелась у умных людей а теперь очень хочется чтобы было как у тех умных людей понимаете оттенки и сразу получается совсем другой вид вообще конечно интересно из хлопка из тонкого очень мелкие поделать розы прям я заохотилась что там компьютер своей жизнью живет большой палец правой руки своей жизнью живет господи господи ну в общем вы видите уже что-то вырисовывается не буду много времени забирать на запись хотела сильно не срезать думала пусть немного уходит внутрь ну вы меня поняли но получается грубовато все таки действительно нужно слегка срезать эти все внутренние части я выключила не выключила немного морщинится потому как есть джинс который стретч есть который не стретч и этот хлопок который я ставила внутри катон катон тоже немного играет ну ничего страшного мне все нравится меня все устраивает устраивает потому что я люблю я люблю некоторую фактурность знаете если я захочу ровно совершенно я буду соблюдать все правила а так как меня устраивает такая некоторая фактурная игра ткани меня все это устраивает и радует это нужно срезать вы должны быть готовы тогда вы будете резать джинсовую ткань она такая плотная и ножницы так плотно идут я натерла палец ну в общем вроде бы понятно пока пока отключаюсь дальше этап делаю всем привет доброе утро меня комары покусали я вся чешусь не обращайте внимание я сегодня стала просматривать что я уже отсняла и загрузила на канал для монтажа и испугалась думала что потерялась первая часть первая часть там где я рассказывала что я собираюсь сделать из чего доброе утро доброе утро всем привет вы в гостях у лаки да 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 а что мы перехтем сейчас прошу прощения у нас вздохнула тяжко ну все сиди тут помогай мне все ты меня отвлекаешь у нас же видео не про животных а про сидушки вот она на них села очень приятно лакуси я тебя прошу простите за заминочку у меня уже практически подходит к концу сборка моих блоков я сейчас покажу три уже три уже собрано посмотрите я конечно постаралась выдерживать все правила ни разу нигде не приходилось дотачивать мне там ошметки единственное ну когда уже нарезаешь прикладываешь видишь одно а когда пристрочил ой пороть я точно не собиралась все это дело поэтому немного получила не то что ожидала я боялась перегрузить как бы это сказать одинаковым цветом сейчас я покажу вот видите вот по две полоски повторяется можно было даже по три делать по завороту ну как бы одна вторая третья похожего цвета а я побоялась ну следующий эксперимент будет еще более удачный но в принципе мне нравится и вживую больше оттенков и знаете что мне еще очень понравилось как бы это показали где это виднее на каком куске штаны на которых очень явно потертость мне когда я уже построчила я это поняла ну видно да как заворачивается прям розочка прям розочка я из другой цветовой гаммы ой быстро хотела сказать у кого видела забыла лада лада христенко господи у нее очень красивые тоже квилты это я у нее присмотрела что прям вот этот crazy квилт он прям вот роза вот это я у нее присмотрела но у нее из другой цветовой гаммы мне захотелось джинсов вот тут посмотрите как красиво видно прям вот роза заворачивается остался один уголочек я на ветхую скатерть льняную ну она не ветхая просто уже страшненько я на о клиенты мои доброе утро на льняную скатерть ну очень удобно строчить и потом мне нужно конечно бумагу выколупывать бумага конечно держит форму классно ну джинс он такой плотный поэтому у меня нормально и вот тут вот видите видно как раз вот там где потертость и красивые оттенки так пошли и у меня еще одна идейка чуть-чуть осветлить эти свои сидушечки чтоб попкам было весело сидеть и вот это вот хотя тоже так интересно происходит я вот сделала 6 штук прострочила да принесла 6 штук приколола отрезала кусочков опять прострочила принесла прогладила а в итоге три уже готова один почти готов один вот посмотрите ну чуть больше половины штанов пошло много много выбрасывается кусков ну я карманы отложу и швы отложу остальное конечно аж метки выброшу потому что джинсы это такой красиво получается красиво ну опять может я немного недомудрила скажем так с соединкой но так как я еще буду делать строчки и у меня еще идея там аппликации сделать аппликации в общем декор какой-нибудь я еще не придумала какой но сделаю и оно все так я думаю гармонично станет много красоты не бывает знаете как счастье поэтому налеплю сюда все свои идеи очень хочется все пошла дальше делать свои работы пошла работать хочу показать столкнулась как раз с таким моментом хочу показать сейчас я переведу постараюсь перевести на руки и покажу как я выхожу из этой ситуации смотрите у меня пошел кусочек видите уже остается край я уже начинаю из того что есть собирать полосочки из того что есть мне не хочется резать начинать новые штаны с которых пойдет четверть штанины даже меньше поэтому а кусочки большие еще есть и осталось у меня всего-навсего а по моему а нет еще один еще по моему один кусочек тоже уголок там требуется и здесь остался только вот этот уголок и смотрите вот я полоску пришила разутюжила здесь выпад и немного морщится я слегка разрезала это же джинс джинсом там можно играть как хочешь смотрите что я сделаю сейчас простите простите ой куда ж меня а вот так простите пожалуйста вот так чтоб было видно вот этот выпад я слегка рассекла чтоб оно нашло я сейчас еще сильнее рассеку потому что потому что морщится мне не нужно чтоб настолько сильно морщилось все таки я хочу чтоб было красивенько и я сейчас джинс прям вот так открытыми краями вот так прям наложу и проложу декоративную строчку а потом когда я буду делать уже остальной декор я это дело может быть задекорирую а может быть так и оставлю здесь еще и лейба лейба пойдет если сюда пришить тоже будет симпатично поэтому работая с джинсом видите все идеи хороши все строчки хороши поэтому поэтому вот я решила вам показать а то потом забуду посмотрите как здорово получилось оранжевый цвет по джинсу вообще беспроигрышный вариант не мы придумали мы проверили ну вот уже такой элемент декора я поняла что это нужно показать в интерьере слушайте гляньте какая красота а я все думала какой мне сюда нужен коврик ну правда это сидушки кто помнит они еще не обработаны ребята смотрите девочки мальчики вдруг кто-то я начала показывала crazy quilt этот не такая уж не такая уж техника секретная я думаю многие знают как это делается ну вот гляньте какая классная идея с джинсой когда я сделала уже декоративную строчку посмотрите как классно заиграли эти кусочки я была расстроена что не совсем так воплотила свою идею как хотела по цветовой гамме джинса ну посмотрите какой крутец я прошу прощения что вот так дрожит все помнят мои любимые подписчики что у меня ручки-ножки иногда дрожат с утра ой простите меня за такое отступление так вот я хотела немного другую цветовую подогнать цветовую гамму поинтереснее хотела ну смотрите когда я сделала отстрочки как все классно заиграло как все красиво великолепно чудесно я порезала четверо или пять штанов я уже не помню но осталось ну половина точно осталось конечно отошли карманы все швы понятное дело сейчас ровняла очень все активно и решила показать что уже у меня получается теперь мне осталось подобрать начинку внутреннюю на эти сидушки это же сидушки ну и потом отделку боюсь что с отделкой немного будет задержка отделку я жду она уже приехала но у меня не получается встретиться с моей подписчицей вот я с ней встречусь мы просто в дальних районах друг от друга живем я с ней встречусь и буду тогда обрабатывать хотелось бы конечно поскорее получить обтачку видите что я сделала я сделала такой детский в детском стиле декор вам бы это показать поближе тут еще ниточки нужно будет пообрезать ну уже когда готовы будет да еще что я хочу сказать кто соберется с джинсом работать пожалуйста сразу приготовьте пылесос потому как мусор необыкновенный два часа и пылесосить потому что особенно если у вас животные и еще народ живет в доме в квартире то мусор обеспечен вам по всему дому по всему жилью поэтому я каждые два часа пылесосил это я живя одна и сейчас мы вдвоем вот она помощница моя как же без нее да помощница она знает что она помощница всех целуем обнимаем подписывайтесь приходите в гости приглашайте своих друзей делитесь в соц сетях окончание своих сидушечек я вам покажу если кому то интересно могу показать как я делаю эти аппликации да в общем то даже ждать не буду конечно будет интересно я покажу я засниму отдельно сделаю отдельно еще одну сидушку но покажу как я делаю аппликацию а может даже я себе сделаю коврик мне очень понравилось в виде коврика гляньте какая красота просто чудо все всех целую обнимаю не а и Субтитры подогнал «Симон»